Вот нашел чагу. У меня с собой есть топор, поэтому сейчас мы ее срубим и на зимовье заварим вкусный и полезный чай. Ребята, привет! Давно мы с вами зельев не валили. Прекрасная половина зрителей нашего канала попросила меня показать, как мы готовим, как заваливаем чагу. Чага это гриб трудовик, трудовик скошенный. Растет он не только на березе, на других деревьях, но целебными свойствами обладает только тот гриб, который растет на березе. Вот этот вот. Он представляет собой безобразный нарост Сверху черного цвета, внутри светло-коричневого цвета. Полезная считается самая полезная часть темного цвета, который находится сверху. Чем светлее часть, тем меньше в них полезных веществ. Заваривать чагу нужно по-особенному. Если мы бахнем в чайник, там скипятим, мы большую часть полезных веществ у чаги ликвидируем. Но давайте сегодня я знаю несколько способов заваливания. Давайте сегодня я покажу мой самый любимый способ. Он немного долговастый, но мы сохраним все лекарственные вещества, которые в чаге находятся, чтобы получить от напитка наибольшую пользу. Было время, когда я пил вообще одну только чагу. Я тогда работал в 90-х годах, в конце 90-х, работал в заповеднике. И знаете, у меня от зарплаты до зарплаты денег вообще никак не хватало. И полмесяца я пил только одну чагу вместо заварки. Ну вот пока вроде на здоровье не жалуюсь. Рекомендую всем употреблять этот напиток. Он где растет чагу, считайте, бесплатный, очень вкусный, очень полезный. Я расскажу вам при каких заболеваниях он полезен. Ну вот у меня есть небольшой запас чаги. Она не хранится больше двух лет, то есть ее впрок так сильно не запасешь. То есть я вот набрал в лесу маленько, это на осень я выпью это вот количество. Не так часто я пью, но выпью. И потом нужно будет заготавливать новую чагу. Лучше употреблять свежую, не использовать ту, которая там 10 лет в кладовке пролежала. Лучше брать свежую чагу. Что нам понадобится? Конечно, нам понадобится сам гриб-трутовик. Кстати, это паразит. Паразитируют на березе, пока березу не убьет. Сам гриб понадобится. Нам понадобится термометр, понадобится термос, он у меня с кипятком и понадобится газета. Ну вот в общем и все. Ничего такого сверхъестественного здесь нету. Давайте посмотрим, от чего помогает. Чага гриб паразитический, он попадает в пораженную кору дерева, начинает разрастаться, питается древесным стволом и на четвертый-пятый год уже образуется само плодовое тело паразита, которое выступает из ствола дерева. Сначала маленькое, потом больше, больше, неправильной формы такой нарост безобразный. Внутри он коричневый, ближе к стволу он еще светлее становится, а самое полезное считается темная часть. Прорастает он вглубь дерева 15-18 лет, пока окончательно дерево не погубит. Но то, что оказалось губительным для дерева, оказалось необыкновенно полезным для человека, потому что у чаги очень-очень много полезных свойств. Чага, например, нормализует микрофлору кишечника, тем самым способствуя лучшему усвоению пищи и поддержанию гормональной системы желудка, желудочно-кишечного тракта в норме. Является природным антибиотиком, помогает излечиться от бактериальных инфекций верхних дыхательных путей, способствует эпитализации кожных покровов и слизистой. Залечивает эрозивный гастрит желудка и двенадцатиперстной кишки и даже язву желудка. Активизирует метаболизм всего организма, благодаря чему люди избавляются от ожирения. Улучшает состояние сосудов, очищает их от холестериновых отложений, благодаря чему снижается артериальное давление и улучшается мозговое кровообращение. Является иммуностимулятором, помогает иммунной системе бороться с заболеваниями различной этиологии, снижает уровень глюкозы в крови, помогает справиться с гипогликемией людям, страдающим диабетом, снимает интоксикацию при отравлениях пищевых и бытовых. В комплекте с медикаментозным лечением помогает бороться с раковыми клетками, способствуя их разрушению и гибели. Мне кажется, что этих качеств чаги более чем достаточно, чтобы по достоинству оценить свойства этого гриба и то, как он помогает людям излечиться от различных недугов. Первым делом чагу нам надо подготовить, поэтому берем ту часть, которая нам не особо нужна, просто убираем. Здесь мало питательных полезных веществ, поэтому ее просто выкинули. Чем я ближе к темной части иду, тем тверже становится гриб. Здесь, если в средине был достаточно мягкий, здесь он тверже и тверже. Вот цвет у него становится темнее, видите? Ну вот, отрезали самую светлую часть, теперь нам нужно убрать остатки бересты. Мы же чагу будем заваливать, не бересту. Вот и получаем плодовое тело гриба-трутовика, которое будем заваливать. Вот здесь вот примерно на одну заварку, на 1 литр воды, где-то 100-150 грамм. Все это все у нас пойдет в печку. Так, вот этот кусочек, который у нас получился, теперь нам нужно его раскрошить. Вот такие вот кусочки, глядите размером. Вот два сантиметра, два на полтора сантиметра, где-то кусочки. Таких вполне достаточно. Если мельче сделаем, будет пить камельфу. Вот с черненьким. Разламываем, разрезаем. Она свежая, нормально крошится. Если мы ее высушим, то это будет деревяшка. Еще раз повторюсь, черная самая полезная часть. Нам необходимо помнить, что высокая температура разрушает полезные элементы входящие в состав этого гриба. Ну вот, сырье у нас готово. Вот это вот я потом съем. Теперь мы берем чайник и наливаем туда кипяченую воду. Вылили воду. Теперь Так, минус 4 градуса. Меряем температуру воды. Так, температура воды у нас 70 градусов. Это много. То есть мы так поджигаем большое количество полезных веществ, 83 градуса, 84 градуса. Пускай маленько постоит, остынет. Нам нужно, чтобы температура была от 50 до 60 градусов, не больше. Так, температуру воды проверяем. Ага, то что надо. Чагу я засыпал уже в термос. Те кусочки, которые у нас получились. Теперь заливаем горячей водой. Вот как раз у нас получится 1 литр. Термос у меня Арктика. Мне его подарила жена на день рождения. Вот я пользуюсь удовольствием. Мы как-то Стэнли показывали вам термос. Тоже термос зачетный. Андрей его забыл. С путика приехал в багажнике у снегохода и он переночевал на улице в мороз. Термос минус 40 было ночью. Мы думали кранты. Я даже видео заснял, как занесли его в зимовье, как открыть пытались. Он не открывался. Но казалось, что чай в нем был еще чуть-чуть тепленький. Сутки на таком морозе термос пробыл. У меня Арктика, я абсолютно не жалуюсь. Теперь у нас термос с чагой с горячей водой должен простоять от 12 до 24 часов. Но я на это время, наверное, камеру выключу. А завтра мы посмотрим, что у нас получилось. С добрым утром! Принес термос. 12 часов прошло. Давайте мы с утра подлечимся. Вот у нас настоялась чага. Здесь у нас все полезные вещества сохранились. Температурный режим мы выдержали. Настой у нас теплый. Пить его будет приятно. Сейчас попробуем на вкус. Видите какой цвет? Если мы подержим 24 часа, будет еще темнее. Если кипятком заливать, вообще будет как деготь. Ну давайте продегустируем. Как употреблять? Ну вкусно мне нравится. Кто с сахаром пьет, можно сахара намешать сюда. Он будет вообще обалдеть. Я пью без сахара, так как я считаю, что сахар необходим тогда, когда ты устал сильно. Организм должен сахар сам вырабатывать. Когда организм получает сахар извне, он отвыкает его вырабатывать сам. Очень вкусно. Каждое утро и каждый вечер по пол стаканчика чаги и будет вам счастье. На днях я приготовлю еще одно зелье. Холодно на улице, губа лопнула. Как вот эти штуки быстро и эффективно лечить. А это у меня тут зверюга бегает. Я с утра пошел ее прогулять и вот мы с ней забрели в гараж. Не пусти меня! Проходи! Заваривайте чагу правильно, пейте чагу, она полезна. Пробуйте, будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok